Всем привет! Сергей, сегодня у нас тема нашей передачи про госмессенджер, так как вы стоите в экспертном совете по этому направлению, интересно вас узнать, в какой сейчас стадии находится разработка госмессенджера. Давайте расскажу, чтобы всем абсолютно понятно, почему госмессенджер и почему мы все это обсуждаем. Все до банального элементарно. Институт развития интернета подумал, что нужно наводить порядок у нас в государстве, нашим любимым, и нужно помочь чиновникам выбрать тот продукт, которым будет безопасно и очень удобно пользоваться. Для этого Ирия сегодня собирает большое количество компаний, собирает заявки с российского бизнеса. Кто хочет, приходит, показывает свои продукты. Ирия показывает эти продукты экспертному совету. Экспертный совет смотрит, соответствует ли этим продуктам каким-то требованиям, которые заранее сформированы, но и после этого Ирия помогает тем компаниям, которые пришли непосредственно со своим мессенджером, произвести какие-то пилотные установки на ряде государственных компаний. Это вот такая глобальная идея, которая нам очень сильно понравилась. Мы ее развиваем и с удовольствием принимаем участие, потому что опыта у нас достаточно. И свободное время, энергии и желание позволяет нам принести достаточно много пользы нашему государству. Ну и непосредственно Ирия. А есть какая-то информация, сколько уже было подано заявок? По моим ощущениям мы эти данные не видим, потому что эта информация закрыта. Она сейчас пока, насколько я понимаю, собирается достаточно анонимно. Но я слышал, что порядка 10-15 компаний уже подали заявки, непосредственно предоставив заявки о том, что они могут принять участие в большой программе тестирования своих продуктов для государства. А как его будет отбирать экспертов, которые будут соответственно тестировать этот мессенджер? Ну, я думаю, что я пока еще, я достаточно внимательно стараюсь следить за тем, что происходит, как формируется вообще и общественное мнение по поводу этих продуктов и внутри Ирия. Насколько я понимаю, пока еще внутри Ирия происходит обсуждение, кто войдет в эту экспертную группу. Насколько я понимаю, сегодня уже есть одна экспертная группа со стороны государства, куда вошел Герман Клименко, потом Алексей Басов, насколько я понимаю, и один из представителей Ростеха. Я не помню, кто конкретно. То есть, это три человека, которые смотришь с точки зрения государства, насколько продукты вообще соответствуют тем задачам, которые они в дальнейшем будут возлагать. Может быть, они даже каким-то образом откорректируют. То есть, скорее всего, это такой первый белый взгляд, что же такое вообще принесли эти компании, что за продукты. Я думаю, что впоследствии будет какая-то более широкая группа, будет более широкое обсуждение этого продукта. Потому что только сегодня создается сам по себе продукт государственного национального, его не существует. А почему появилось именно сейчас необходимость создать продукт национальный? Ну, вообще, справедливости ради надо отметить, что это нужно было сделать 10 лет назад, честно говоря. В крайнем случае, 5 лет назад. И уже хорошо то, что сегодня государство в лице такого достаточно активного посредника Ирии задумалось над тем, что праздник навести порядок. Смотрите, в мире существует достаточно большое количество компаний, международных, западных, которыми достаточно большое количество наших сограждан, людей, которые работают на государственной службе, пользуются. Это различные продукты типа Skype, Viber, WhatsApp, Telegram, чего угодно. Даже тот же самый Фотолка, который мы сами разрабатывали. И поэтому, наверное, сейчас пришло время, когда нужно разделить публичные сервисы, как называемые B2C сервисы, от сервисов, которые называют B2G. Совершенно верно. Это значит, что у государства должны быть какие-то особенные требования, должны быть какие-то особенные сети, по которым все эти данные бегают. Вероятно, какие-то особенные, невероятно точно особенные сервера. И особые подразделения, может быть, даже какие-то государственные компании типа Ростелекома, которые на себя возьмут обязательства следить за безопасностью этих продуктов, следить за тем, чтобы российские чиновники только пользовались российскими продуктами. И все, что они обсуждают, неважно что, оно где-то там находилось на серверах только российских компаний. Это очень важно. Это безопасность наша. Поскольку вы уже были, ну, не раз выступали в роли, владельцы компании, которые разрабатывали мессенджеры, начиная с Киев и АСКУ. А АСКУ мы не разрабатывали. Мы разрабатывали Киев, у нас работал на протоколе АСКУ, чтобы не обидеть наших коллег. Хорошо. Вот с точки зрения безопасности, протокола безопасности, какие-то особенности у нового смс-мессенджера не должны быть. То есть, может быть, этот вопрос как-то обсуждался на кровососновой платформе взаимодействия с интернетом аудиторией на базе экспертного сообщества. Смотрите, надо абсолютно четко понимать, что история с госмессенджером, мы сейчас находимся фактически на старте. Представьте, вот спортсмены бегут кросс 50 километров. Вот они вот все в старых, в какой-то позе в странный совет, они все нагнулись, вот произошел выстрел, все куда-то побежали. Вот сейчас прошла доля секунды со стартой. Вот старт только несколько секунд назад, это стартовый пистолет выстрелил, все побежали. Поэтому каких-то требований, какого-то понимания, как должен выглядеть этот продукт, сегодня до сих пор нет. Именно поэтому есть экспертный совет, который пытается хоть какие-то выработать требования. Смотрите, есть очень важная деталь, на которую стоит обратить внимание. Мы с вами сегодня имеем смартфоны, компьютеры, макбуки, писем, все что угодно. В них стоят минимум, может быть, у кого-то 10 мессенджеров, у кого-то 20 мессенджеров, у кого-то 20 мессенджеров. Мы все абсолютно пишем туда, откуда проистекают писки мессенджеры. Мы сегодня пользуемся абсолютно любыми продуктами. Мы даже сегодня не сильно сравним, что лучше вайбер или ватсап или скайп. Мы по настроению. Настроение хорошее в скайпе написали. Настроение плохое вайбере написали. Как-то так. С государством несколько сложнее, потому что все-таки в государстве есть определенная иерархия. Существует огромная государственная машина, в которой есть ветки. Существуют департаменты, группы, министерства и ведомства. И самая сложная и большая объемная задача для госмессенджеров – это соответствовать этой огромной системе. Есть различные уровни чиновников. Есть АТС-1, АТС-2. И сегодня я считаю, что самая главная задача Ири – показать компаниям, которые приносят мессенджеры, сформулировать те самые задачи, как же будет удобно, с одной стороны, пользоваться чиновниками, но с другой стороны, как обеспечить коммуникации между, например, разными министерствами и ведомствами. Смотрите, очень простые кейсы. Например, я – московский чиновник определенного уровня, допустим, хочу поехать в Кировскую область. У меня есть возможность по статусу написать губернатору Кировской области. Для того, чтобы мне с ним связаться, вероятнее всего, я предполагаю, я не чиновник, мне нужно число помощника связаться с помощником губернатора или кого-то там, чтобы пройти эту длинную цепочку. Но если у меня будет государственный мессенджер, и права в этом мессенджере у меня будет, моих прав будет достаточно, чтобы написать губернатору, я просто ему напишу, Вася, допустим, условно в кавычках, Вася, Иван Степанович, добрый день, я приеду такого-то. Вам удобно? Удобно. То есть речь идет о том, чтобы, с одной стороны, и повысить скорость коммуникации между чиновниками, это очень важно. Это люди на государственной службе. Мы должны, по-моему, читать такие инструменты, чтобы они стали еще эффективными, чтобы разные области, регионы между собой каким-то образом общались, чтобы можно было, рядовые граждане могли пожаловаться и написать, или, например, написать какие-то слова благодарности, чиновники между собой могли переписываться. Была какая-то единая точка хранения документов. Это работало абсолютно на всех девайсах. То есть речь идет о том, что мы пытаемся сейчас представить идеальную экосистему. Вот точно занимается Илья. Это действительно так. И поскольку у нас впереди еще период рассмотрения тех продуктов, которые будут поступать на базу Ильи, к эксперименту совету, если я правильно понимаю, некоторые критерии оценки, их ведь еще рано выделять? Сегодня у нас сегодня еще рано говорить о том, у нас есть, у меня лично есть какие-то определенные критерии, которые я закладываю в идеальный продукт для нас уже. Разработкой таких продуктов коммуникационных мы занимаемся порядка больше 10 лет, наверное, уже сегодня. Начиная с КИПА и много-много разных видов продуктов у нас получилось. Я думаю, что сегодня, с учетом того, каким образом развиваются вообще коммуникационные сети, мобильная связь, мы сегодня уже капризничаем, если нету LTE, значит, что данный телефон зачем это нужен. Как только появился значок LTE, это значит, что мы можем не только текстовые сообщения передавать, это значит, что мы можем передавать видеоизображения. Это значит, что требования к мессенджерам, в том числе и государственным, они должны обязательно включать в себя, например, систему видеоконференц-связи. Потому что я слабо себе представляю, что, например, кто-то из чиновников, кто любит собирать совещания, он будет один на один с каждым причиненным разговором. Вероятно, если он деловой человек, пользуется каким-то iPad, ну, захочется задать в государственный мессенджер, выбрать 10 человек, нажать кнопку OK, собрать какую-то конференцию. Такие решения сегодня есть. Это называется система видеоконференц-связи, которая из российских компаний это производит. И в тех продуктов, которые мы предлагаем со своей стороны для участия в государственных мессенджерах, мы как раз закладываем и системы видеоконференц-связи, и голосовые какие-то интеграции, текстовые сообщения. Это очень важно. И вот по мере того, как будут сейчас поступать заявки от компаний, конечно, половина из них потеряется. Потому что очень много компаний до сих пор думает, что государственный мессенджер – это какая-то такая халява, что можно будет получить квилиар долларов на то, чтобы продать просто тексты сообщений. Совершенно не так. Это очень сложно. Вот это самый сложный проект, который я в своей жизни вообще видел. И именно поэтому мы в него и пытаемся войти. Потому что он одновременно сложный и очень интересный. Для нас это вызов пойти и сделать такой продукт. Но как он будет выглядеть, это будет фактически аналог Skype for Business. В нем будут голосовые звонки, в нем будут текстовые сообщения, в нем будет облачное хранение файлов. Это будет очень быстрый мессенджер. Он будет работать на всех платформах, на вебе, на чем угодно, хоть на пылесосе. И он обязательно должен себя встраивать очень качественную систему видеоконференц-связи. И таких компаний с технологиями в России есть некоторое количество штук, и со всеми с ними мы работаем. Вот вы сделали акцент на видеоконференц-связи. В том числе, да. Мы не будем просить разогревать все секреты своего взгляда на новый мессенджер, но наверняка у каждого разработчика, который будет подавать свою заявку до 4 сентября в Институт развития интернета, есть какие-то свои взгляды на то, что там обязательно должно быть в этом госмессенджере. Может быть, вы поделитесь с нами своим взглядом, кроме видеоконференц-связи? То есть, что еще обязательно должно быть, чтобы соответствовать современному требованию чиновников? Ну, во-первых, смотрите, у нас сегодня чиновники, которые сидят каждый день в пользу, они абсолютно такие же люди, как и мы. Поэтому для того, чтобы понять, чем пользуются чиновники, нужно просто посмотреть очень широко на все паблик-мессенджеры. сегодня это Facebook, сегодня это WhatsApp, сегодня это Viber, сегодня это WeChat, сегодня это Lines, сегодня это Telegram, Photol, и вот какой-то набор даже, сегодня это Skype. И вот ровно точно так же, какой популярностью пользуются обычные публичные сервисы, вот ровно точно так же в среде чиновников эти мессенджеры точно так же живут. Они такие же люди, как мы, и они поэтому пользуются публичными сервисами, потому что они такие же, как мы, абсолютно. Поэтому они ничего не хотят нового. И вероятнее всего, одним из самых главных особенностей этой коммуникационной платформы для государственного мессенджера должна стать именно привязка к рабочему месту человека, наличие контактов общих. То есть ты запускаешь мессенджер, если тебя взяли, ты захотел заниматься государственной службой, ты зайдешь, залогинишься каким-то образом, предложишь почту свою к системе авторизации глаз свой, приложишь к видеокамераме, палец, приложишь любую часть тела, которую захочешь государству видеть. И дальше ты увидишь контакт-лист дозволенных людей для общения. То есть определенные административные права, определенные системы управления знаниями. Ты увидишь перечень документов, которые к тебе относятся, ты фактически для себя мессенджер станет определенным рабочим местом. Министерство обороны, которое тоже, кстати, относится к нашему государству, будет пользоваться достаточно активно системой видеоконференции. Они меньше переписываются. Я думаю, что военные, судя по своей специфике, мне кажется, они должны больше пользоваться видео, потому что они отчитываются, у них как-то это все строго, причем видео будет еще как-то соответствовать тому, что они все красиво выглядят. Они все стройные. Чрезвычайному ведомству это тоже. Чрезвычайному ведомству. Да, это будет очень удобно и полезно. Ну, то есть надо смотреть на особенности. И в этом самая большая сложность. Мы сегодня не знаем точно, как он должен выглядеть, этот мессенджер. И, наверное, все-таки еще раз вернусь, задача Ирия собрать какой-то среднеаритметический, который всех устроит. Может быть, получится так, что разные ведомства закажут разные продукты. Но тогда это несколько поломает глобально ту концепцию, которую хотят, концепция единственного единого государственного мессенджера. И придется строить какие-то системы интероперабилити, чтобы разные ведомства интероперабилити. Это значит, что разные мессенджеры могут каким-то образом друг с другом общаться между собой, потому что сети могут быть закрытыми. Это тоже определенные требования к работе этих мессенджеров. Следующая очень важная вещь, это то, как сами коммуникационные системы мессенджеров будут работать с системами безопасности государственной. Они же должны работать с ФСБ, с ФСО, они должны соответствовать достаточно большому количеству, они должны пройти в СЭК, тот же самый. То есть, путь очень долгий. Я думаю, что на выходе данный продукт получим где-то через год хороший качественный, который можно будет уже промышленно использовать не раньше. Какие требования к безопасности продукта? Все-таки это... Я думаю, что требования к безопасности тут надо все будет достаточно банально просто решаться. Сегодня любой мессенджер, он обладает системой шифрования, а какой шифрования предоставит его ФСО, который он предоставит, он такой будет вмонтирован. Это всего лишь строчка кода, скажем так. Это аргументная библиотека, которая будет уставлена, которая будет рекомендована государству. Вот какое они дадут, тут уставят. Не имеет значения вообще. А если говорить о загубежных подобных аналогах, они вообще существуют? Государственные мессенджеры? Да, по-другому. Или мы все-таки инноваторы? Мы первые открыватели. Вы знаете, есть коммуникационные в любом ведомстве, но у нас на то, они государственные мессенджеры, что большой какой-то публичной истории нет. Я абсолютно убежден, что очень многих скажем так, думающих и богатых государств, такие как Соединенные Штаты Америки и Китая, у них 100% для внутренних коммуникаций чиновников есть какие-то свои инструментарии. Мы у них не сильно погружались, потому что у нас просто доступа нет. Но с вероятностью 99% всегда есть какие-то внутренние коммуникационные системы в том или ином ведомстве. В последнее время очень часто ссылаются на различные разработки Сингапура по части мессенджеров. Есть какой-то опыт, который мы могли бы принимать у этой страны? А что значит Сингапур? Дело в том, что у нас интернет, он является как бы такой вот трансграничный. Интернет вообще сам по себе трансграничен и когда мы говорим о том, что например этот Сингапур что-то разрабатывают, на самом деле это может быть компания Сингапура программисты могут быть в Твери где-то сидеть. В большинстве случаев так и происходит. Поэтому не имеет значения в какой стране какой продукт произведен. Самое главное кому принадлежат права этот продукт и к какой стране он относится по своим правам и по своим авторским правам. То есть если мы говорим например об использовании каких-то наработок стране Сингапур скажем так для России в разрезе достаточно мессенджеров не можем этим пользоваться потому что нам нужно чтобы все было абсолютно четко российско-российскими требования к российскому мессенджеру в том числе что он должен быть сделан в России российскими инженерами до 99% все права должны принадлежать только российским компаниям но если кто-то из Сингапура готов открыть код это тоже решаем показать его и его соответствующие спецорганы проверят на отсутствие заклада то почему нет наверное мы можем этим пользоваться но я таких профессионеров честно говоря не видел что кто-то из Сингапура попадет в заработную компанию в этом участие это было скорее примером для ориентации с точки зрения экономики на подобные разработки ну возможно просто я думаю что вероятность ну вероятность скажем так участие такой компании в разработке российского государственного мессенджера оно бесконечно стремится к норы но это мое ощущение я честно говоря не видел таких прецедентов а то что касается привлечения молодых специалистов молодых талантливых которые уже принимали участие к примеру на форуме территория смыслов участвовали в конкурсе ИРИ вы как смотрите на привлечение людей с небольшим опытом разработки мессенджеров но при этом талантливых и насколько это вообще применимо с мессенджером к его созданию абсолютно точно вы же понимаете что не бойки гашки обжигают все очень просто поэтому любой специалист который попадает он просто должен попасть в очень хорошую в правильную среду где он очень правильно работает ну в принципе по нашему опыту любого специалиста на полгода который к нам попадает мы с ним сделаем профессионал это правда по большому счету те люди которые пишут мессенджера представьте себе это мне кажется что многих представления о людях которые пишут это программное обеспечение что это какая-то темная комната 10-50 человек они сидят в темных плащах в таком в неонном свете и вот они секретно что-то желтым шрифтом на черной грани что-то секретное что-то нет это обычная компания разработает программное обеспечение разница в том что у каждого программного обеспечения есть ядро основа которая бывает или хороший или не очень хороший вот почему мы берем молодых специалистов и сейчас достаточно активно привлекаем потому что мы эту основу написали мы наверное 10 лет которые мы потратили на то чтобы заниматься мы думали о философии как же должен выглядеть идеальный продукт чтобы он был удобен конечно пользователем для битуси чтобы его можно использовать на битубе мы создали платформу которая называется OMG так называем Open Mobile Messenger Graph на которой сегодня это коммерческая платформа на которой сегодня строятся разные продукты мы работаем с крупными пока не будем называть компания с одной из крупнейших российских розничных сетей в интернете кто занимается продажами внутри построен колоссальный продукт на нашей платформе мы работаем с операторами сотовой связи сейчас мы договорились о том что правительство в Вьетнам даже берет наши наработки и скажем так тот мессенджер которым они пользуются они его заменяют это очень интересная история они попросили наш мессенджер стать вьетнамским мессенджером для государства это очень забавно они не готовы мессенджеры а саму технологию саму платформу таких примеров очень много это результат десятилетней нашей работы я думаю что независимо от того выберут нас не выберут мы как бы относимся к этому знаете как как помощь государству мы не сидим не молимся на какую-то точную сумму как докипя которую мы хотим получить нам интересно посмотреть на опыт что еще государство что хотят чиновники нам интересно посмотреть на игроков которые есть и нам интересно применить свои знания если у нас получится супер мы будем участвовать если не получится значит мы будем много работать стараться в своей области порасти и добиваться успехов какова на ваш взгляд мотивация компаний которые согласились участвовать в этом проекте ну я думаю что во-первых они сами самая главная мотивация для приучастия таких компаний это они должны проверить свои силы свои силы свои знания если продукты достаточно хорошие компании уверены в том что они публично показывают ставить эти продукты они должны это делать то есть мне эта затея очень нравится то есть в конечном счете мы понимаем что когда я вижу что сегодня в прессе очень много идет обсуждения каких-то бюджетов на сенжиров того, что этот NEWMessenger будет бесплатный да сегодня он бесплатный сегодня фабрика этот в магазин стоит какой-то красивый лоток к вопросу и все могут подойти попробовать насколько оно вкусно если колбаса вам нравится она вкусная 風 paintings он или два а потом где-то жение в рамках воз najол исследования 다시 повод поможешь поставить какое-то количество мессенджеров воскомпании еще и дальше будет просто такой живой стиль с компанией попробуют увидеть насколько это удобно неудобно они пользуются или skype или вайпером или ватсап или телеграмм есть чем сравнить и дальше начнется диалог а вы не могли бы это сделать вот так это не могли бы подправить сюда нам нужно обнестилирование и компании которые сегодня принимают участие вот посредственно в этом аттракционе как называется или госмессенджеры они впоследствии через какое-то время будут получить реальные государственные контракты на поддержку на доработку своих мессенджеров это все про деньги это уже конкретный бюджет который будет обсуждаться с ведомствами с государством как угодно а сам вопрос обсуждения бюджета в условиях нынешней экономики является все таки но скажем так не слишком сложным для компаний разработчиков абсолютно нет на самом деле я более чем уверен что мы например люди бизнеса которые создают продукты инвестирование денег правильно чтобы создать на что такое количество денег время чтобы создать кому-то на мессенджер пришлось потратить 5 лет кому-то 10 лет и сегодня но это не альтруизм это задело на будущее просто на канале митиметр из программы internet plus сегодня у нас гостя аплодицион МНЖ технологи и почетный эксперт институт развития интернета Сергей Кравцов Сергей вы как эксперт можете рассказать пожалуйста какие были эти перспективы в ближайшее развитие интернет образа времена 3-5 лет к чему мы все таки идем в том числе и гостмессенджеры возможно ли появление какого-то нашего российского мессенджера для всех пользователей да потому что я например решила тебе просто вайбер, влсам, телеграм, как бы да все таки хочется какую-то российскую разработку со знаком качества именно российских знаете на самом деле я вам скажу сейчас страшную вещь давайте разделим, когда мы говорим про государство, про безопасность мы абсолютно четко понимаем что там у нас есть какое-то внутри государства будем честными есть административные ресурсы и самый главный кипяй, который получает государство самый главный кипяй, профит это безопасность это отделим водкотлеры то есть государство будет абсолютно контролировать что происходит у чиновников Нужно ли это делать с публичными сервисами? Я считаю, что не нужно это делать с публичными сервисами. Достаточно на российском рынке ввести какое-то регулирование, которое сегодня пытаются ввести. Создать систему, при которой и Facebook, и WhatsApp, и Telegram, и Skype, и вообще кто угодно, и Mailway, и ICQ будут при запросах государственным образом коммуницировать. Самое главное, чтобы была обратная связь. Делать сегодня какой-то отдельный, публичный российский мессенджер на широкую аудиторию, это абсолютно утопичная идея. Сегодня ни одна компания российская в это не пойдет. Время, когда можно было вырастить компанией размером Facebook, WhatsApp, даже ICQ, оно уже прошло именно в мессенджерах, в том понимании, которым мы сегодня пользуемся. Но нишевые продукты будут расти. На рынке B2B можно такие продукты создавать. Можно сегодня создавать мессенджеры с большим количеством видеокоммуникаций. Их сегодня в рынке практически не существует публичного. Потому что есть только Skype. У сильных игроков таких больше нет. Поэтому нужно ли делать B2C публичный продукт? Я бы не стал его делать и ни копейки на него не потратить. Это факт. А почему? Потому что места уже не хватает. Потому что сегодня те возможности, которые заложены уже в публичные сервисы, такие как WhatsApp, Viber, Instagram, кстати, тоже стал мессенджером. В какой-то степени это фото-мессенджер. Такое количество продуктов, созданных публичных, они настолько уже хорошо работают, что для того, чтобы вам какую-то аудиторию привлечь, вам надо потратить колоссальное количество денег, чтобы хотя бы привлечь внимание к вашему продукту. Очередное делать мессенджер, который зеленого цвета никому не интересно. У мессенджеров, самое главное, это массовая аудитория. То есть, надо, чтобы он пользовался одновременно очень много человек. Возможно, стоит искать какую-то новую фишку, чем можно привлечь пользователей. Например, как Snapchat в Америке. Это самые убивающиеся сообщения. Такие вот правит мессенджер. Но пока нет чего-то большого. В России я не видел ни одной компании, чтобы что-то сделала именно на массовый рынок, что-то очень классное. А если, например, использовать, пойти по статам Facebook, которые создали свой мессенджер. Если, допустим, это уже в ВКонтакте. Или на сколько неизвестны еще одноклассники занимаются заработать. В ВКонтакте есть свой мессенджер, в ближайшее время будет отдельно выделено, они уже сделали. Они его сделали, анонсировали, но пока почему тут не запускают. Одноклассники тоже сделали анонс, на сколько неизвестно, в апреле. Но пока они его попробовали только в Казахстане. Почему-то в России они его попробовали без тарапки. Ну, вероятно, какие-то проблемы технические. Как Вы считаете, будущее у этих мессенджеров какое будет? Такое же, как у Facebook? А как Вы думаете, кто сегодня самый большой мессенджер в России? Самый большой мессенджер? Я думаю, что ВКонтакте. Конечно. То есть, когда у нас есть самая большая социальная сеть ВКонтакте, у которой уже есть самая большая мессенджер, какое у них будущее? У них прекрасное будущее. Потому что если посмотреть на финансовые отчетности компании Мэдово Грунт, которая полностью владеет 100% ВКонтакте, видно, что там от квартала в квартал положительная динамика. Это значит, что у компании есть колоссальные миллиарды рублей на то, чтобы весь этот безумный зоопарк содержать. Поэтому, конечно, в ВКонтакте сегодня господин Добродиев, генеральный директор ВКонтакте, вкладывая деньги в развитие этих продуктов, они будут расти. И если говорить вообще о разных долях мессенджеров, мы сегодня должны четко понимать, что Facebook мессенджеров мало в России. Просто так вот это складывается, что мы все в нем сидим, какая-то профессиональная тусовка засела в Facebook. Мы там сидим, уютно, мы переписываемся, фоточки какие-то бросаем. Но основная российская аудитория, она сидит в одноклассниках, она сидит в ВКонтакте, им там хорошо, они лайки ставят, какие-то штуки сраные еще. И поэтому в России опасаться того, что Facebook всех сожрет, мы можем про это забыть абсолютно. Да, но мне, например, не очень удобно, допустим, мы пользуемся Facebook, мы используем мессенджеры, отдельно, чтобы написать сообщения, например, после скачивания на своем объеме Телефон 2 приглашения. Как верно, вопрос связан с тем, что именно ВКонтакте, ну вот именно в главной нашей социальной сети, все-таки создание подобного мессенджера пойдут ли они в пути Facebook и закроют ли доступ именно писать сообщения, допустим, с одного своего приложения основного? Понимаете дальше? Ну, то есть, как вы считаете, будет такое или нет? Ну, сегодня, если посмотреть на вообще, если открыть Facebook, начать сравнивать с ВКонтактом. У Facebook есть две возможности. У Facebook есть нативное приложение Facebook, которое живет в мобильном телефоне, в котором есть внутри интегрированный мессенджер, который работает на вебе, но на мобильном телефоне, при нажатке на японку мессенджера открывается отдельный Facebook мессенджер. То есть старые приложения его пытаются скачать. ВКонтакте будет абсолютно то же самое, потому что, честно говоря, я редко пользуюсь социальной сетью ВКонтакте, у меня просто не с кем там общаться, потому что у меня все в Facebook. Но если было бы некоторое количество людей, которые пользуются отдельно ВКонтакте мессенджером, если ВКонтакте его выпустят отдельно, с удовольствием его поставлю, почему нет? Ну, плюс один мессенджер абсолютно не мешает мне телефон. А если вернуться к вашей работе в институт развития интернета, конкретно сейчас, чем, ну, понятное дело, что гос-мессенджер готов к определенному функционалу, каким будет видение гос-мессенджера, чем после того, как все заявки примут, когда соберется экспертное сообщество, которое будет, соответственно, этот мессенджер тестировать, что потом будет дальше с этим мессенджером происходить, когда, вы сказали, что через год, приблизительно, да, сможем увидеть его? Ну, я думаю, что непосредственно тесты мы сделаем гораздо раньше, но насколько я вижу объем этих компаний, на которые сегодня будут предложены поставить, я думаю, что полноценно массовая эксплуатация такого продукта в государстве начнется где-то через год. Ну, потому что у коммерсантов все просто, мы с вами встретились, договорились, с лопнули по рукам, через неделю у нас все работает, с государством несколько сложнее, не совсем понятно, на какое количество рабочих мест придется этот продукт ставить, не совсем понятно аудитория, подготовленные или неподготовленные, не совсем сегодня понятно, какие операционные системы стоят, и для того, чтобы очень качественный продукт сделать, например, для государства, нужно понять вот ритм жизни, в котором работают те люди, которые будут пользоваться тем самым мессенджером. Массовые продукты как работают? Ты проснулся, с утра у тебя есть WhatsApp, первое, что ты делаешь, когда просыпаешься, ты выключаешь будильник на своем мобильном телефоне и сразу смотришь, у тебя 500 пропущих сообщений. Ты начинаешь отвечать на них, в тот момент, пока ты отвечаешь на них, ты не замечаешь, как сходил в туалет, почистил зубы, оделся, попрылся, помнулся, позавтракал, и ты, когда телефон убираешь от лица, ты уже едешь вроде как в машине или на метро. Это только как молодежь или только как средняя аудитория пользуется мессенджером. Я думаю, что у чиновников это все не так. Для них мессенджер – это все-таки рабочая среда, и, ну, наверное, кто-то из руководителей будет с утра вставать. Смотрите, какой у него распорядок дел, основная масса будет ровно приходить, сколько они, к 8 или 9 приходить на работу, и ровно мессенджеры будут запускаться с 8 утра. То есть уже это совершенно разные императивные, это разная методика использования этих продуктов. В обычном мессенджере вы никогда не думали, что здесь вам нужен календарь в WhatsApp. Правильно? Мы с вами встретились в 11 утра, у меня есть отдельный календарь. Я никогда не думал о том, что вот в мессенджере в WhatsApp мне нужно где-то нажать кнопочку, чтобы поставить встречу. Но государственном мессенджере это нужно сделать, потому что кто-то кому-то дает распоряжение, Вася Кулкин вообще начальник пишет свой совместитель, а сделай мне, пожалуйста, вот это, покажи документы, когда нажмёт кнопку «Окей», это должно стать в его календарь, там вообще, кто поставил задачу, ставит такая галочка, чтобы напомнить мне за 15 минут, казнить мне того подчинённого, а у подчинённого должен перебивиться к разным флажок и вывышен календарь, что меня секрет башка, если я это не сделал. То есть является ли это требованием мессенджера? Является. То есть если мы делаем большую экосистему для государства, для чиновников, мы должны очень много всего учитывать. Мы должны учитывать календари, учитывать документы. Понимаете, да? Поэтому мы смотрим, но если я сейчас акцентирую внимание, есть два подхода. Один подход – давайте дадим просто текстовые сообщения, а другой подход – давайте мы дадим вот эту очень быструю, очень удобную коммуникационную среду. Мы как раз профессионалы, которые умеют делать очень точную, большую, ёмкую коммуникационную среду. Мы не сделаем за пять минут вам мессенджер, классный, но мы за три месяца сделаем вот такой, что он будет на порядке лучше любых обычных текстовых переписов. Возвращаясь к срокам и аудитории. Вы сказали, что пока не очень известно, какая будет эта аудитория. Насколько я помню, в экспертном совете обсуждалось, что у нас порядка полутора миллионов чиновников. Это совокупно. Совокупно. Но неизвестно, на какие ведомства будет распространяться этот госмессенджер и сколько из этого числа чиновников он на самом деле должен затронуть. Как-то этот вопрос на базе экспертного сообщества или обсуждался? Вы знаете, сейчас есть на простом примере. Сейчас в последнее время очень много идей выходило новостей по поводу телемедицины. Речь идет о том, что будут создаваться различные интересные гаджеты. Идет активная работа с Министерством здравоохранения. И мы, имея достаточно большой интерес и точный к Министерству здравоохранения и вообще к телемедицине, буквально неделю назад общались с представителями Министерства здравоохранения. А покажите, пожалуйста, как же выглядит вообще все здравоохранение, весь этот аппарат, которым управляет Министерство здравоохранения. Как он выглядит на бумаге нарисуйте. Нам обещали передать книжку, которая 250 листов того, как работает здравоохранение в России. 250 листов о том, как вообще устроена наша медицина внутри. Я вам скажу, что я прямо до дрожи жду, когда мне эту книжку дадут, потому что мне очень хочется с медиками начать работать, давать им систему видеоконференции. В СЭПСу очень много можно постройки коммерческих, в том числе им готовы это делать, и Дениса инвестировать. Но для того, чтобы прийти на эту поляну, нужно понять, как же это все устроено. Это ровно точно так же, как я сейчас у своей машины капот открою и скажу, вот поменяйте мне здесь валик какой-нибудь. Вы скажете, давайте я через полгода разберу книжку, почитаю. Абсолютно то же самое. Нам сегодня на стол положили гигантское количество моторов, двигателей, и мы еще не совсем понимаем, что с этим делать. Нам надо потратить время на то, чтобы научиться это делать. Я думаю, что мы в ближайшее время научимся, разберемся в деталях всех министерств, ведомств, задачах чиновников. У нас действительно сложатся очень красивые картины мира и красивые продукты. Потому что, еще раз акцентирую внимание, продуктов и технологий в России достаточно. В России очень качественные инженеры, очень качественные менеджменты, которые в состоянии делать хорошие продукты. Это правда. Вы упомянули менеджмент и то, что он хороший, то, что он в состоянии аккумулировать одну сторону и другую. На самом-то деле, когда решается вопрос при вкладывании инвестиций в какой-либо мессенджер, мы абстрагируемся сейчас от вопроса гос-менеджера. Мессенджера? Да. С каких точек зрения принимается решение? Я вам открою одну в одну тайну. Деньги всегда вкладываются не в мессенджер, а в менеджмент, в людей, которые это будут делать. Потому что, если фаундер компании, если создатель, команда, она обладает определенной харизмой, у нее есть внутри стержень, она может очень быстро двигаться в такую команду, но она чего-то не знает, есть высокая вероятность, что эта команда научится очень быстро, и дав ей деньги, инвестировав в нее, вы, в принципе, придете к конечному результату. Самое главное, это люди, которые делают эти продукты, люди, которые контролируют, люди, которые могут создавать, люди, которые могут придумывать, дополнять, писать сопроводительные документы, люди, которые хотят работать. Вот, на сегодняшнем этапе, многие на это не обратили внимание, но это просто самое важное. То, что сегодня и собирает как раз тех людей, которые хотят работать. это здорово то есть кто-то на рынке говорит о том что вот опять государство там решила это денег особенно все не так вот есть группа вы приходите даете заявки и говорите мы такой бизнес мы готовы делать у всех абсолютно равные условия вы хотите но принять участие в этом залить приходите вставайте на эту дорожку убедите на равных условиях со всеми сергей в начале нашего эфира сказали очень интересно что должны были заняться 10 лет назад все правильно почему мы 10 лет не занимались вообще ну потому что у нас такое государство у нас специфика нас 10 лет назад у нас росла нефть у нас все хорошо и нам честно говоря было не до этого у нас было огромное количество госпрограмм мы только-только строили интернет у нас развивался развивался телефонин наверно самое главное потому что ну не было тех людей советчиков близко государства которые могли бы сказать что такое хорошо и что такое плохо то что сегодня есть люди которые могут ну какой-то очень вменяемое мнение донести куда наверх это очень важно и это очень прошли за последний год очень явно видно насколько даже появление советника по интернету в россии насколько позитивно влияет у нас чиновники например уже начинают комментировать про мессенджеры комментировать про безопасность кто-то приходит на вашу радиостанцию люди приходят рассказывают про проблему министерства здравоохранения оказывается они где-то находятся не по ту сторону барикад они где-то находятся рядом но не чуть-чуть может быть где-то в каких-то вопросах отстали где-то они впереди нас но смысл в том что мы сели за большой стол и начинаем хотя бы мнениями отмениваться я думаю что в течение ближайших нескольких нескольких лет будет очень много инноваций и государственных компаний сделано благодаря тому что вот все таки ну знаете это как-то странно звучит если сто раз уже сказал институт развития интернета но по факту это институт развития интернета но определенный порядок в головах у чиновников и в головах самого главного интернетчика которые поняли что можно делать бизнес государством не просто где-то там не знаю подковерные игры просто заниматься реально очень простым бизнесом меня дальше вопрос интересует нас как мне известно тут развитие интернета еще работает в рамках импортозамещения и владельцев области сейчас как раз уже установлено наше отечественное ПО и вот возвращаясь к вопросу госмессенджера по крайней мере обсуждалось вот эта интеграция госмессенджера со всеми платформами вы уже как мы говорили но учитывается ли еще отечественное ПО да да абсолютно точно то есть одно из требований которые поставят государство звучит очень просто ваше программное обеспечение которое вы приносите оно должно работать на гослинингсе какой он не имеет значения то есть на италии тестирование какие-то компании которые не соответствуют требованиям они отвалятся те которые те компании которые захотят захотят поучаствовать в этом забеге они или адаптируют свои продукты по длинной цели напишут и снова если они не напишут они сойдут с дистанции все очень просто Институт развития интернета обозначил такой срок тестирования госмессенджеров 3 месяца то есть до 4 августа принимаются заявки и дальше оговорен именно этот срок как вы считаете достаточно ли трех месяцев для того чтобы протестировать все предложенные поставщиками мессенджеров продукты и сделать какие-то выводы и принять решение ну я думаю что в первом приближении понять что из себя представляют эти продукты попробуйте им пользоваться в принципе трех месяцев хватит на то чтобы понять кого из них можно оставить как минимум но вообще я думаю еще раз что вопрос тут важный не в тестировании тех продуктов которые приносят потому что в чистом виде я не думаю что им будут пользоваться а сам главный вопрос это формирование требований что же хочет получить государство как он выглядит и в конечном счете государство сделает я думаю что через некоторое время можно через что сделать это оффер бизнесу мы считаем что рабочее место стоит не знаю рубль 10 рублей нас рублей такие операционные системы какой-то набор возможностей тот кто сделает получите контракт все программе интернет плюс гостях владелец в ММЖ технологии и совладелец фото глобал и почетный эксперты институт развития интернета сергей коротцов спасибо в студии были иван селин и мария благодаря оставайтесь с нами читайте смотрите и слушайте медиамерекс все счастливо